Hi there, it's English with Peter Друзья, всем привет, с вами снова English with Peter Рад вас приветствовать на очередном видеоуроке И сегодня мы будем пополнять с вами ваш словарный запас английских слов в области кулинарии И поможет нам в этом кулинарное шоу Марты Стюарт А главным героем сегодняшнего шоу будет неподражаемый Робин Уильямс Заранее прошу прощения за не самое лучшее качество видео Но при просмотре его на ютюбе оно мне настолько понравилось, что я просто не мог не сделать видеоурок по нему Вы только посмотрите на эту искрометность и гениальность этого выдающегося актера и комика К сожалению, Робин ушел из жизни намного раньше, наверняка намного раньше, чем он должен был это сделать И у меня такая участь постигает многих невероятно талантливых и выдающихся людей Внизу, в описании под этим видео, а также вот здесь вот наверху, как обычно, я оставлю ссылку на полную версию этого кулинарного видео Обязательно после просмотра этого видеоурока посмотрите целиком это видео Насладитесь, получите удовольствие от гения Робина Уильямса Искрометность его шуток просто я уверен, я уверен, что она просто сделает ваш день Наполнит его счастьем, радостью, улыбками и позитивом Итак, что же они сегодня будут готовить? Надеюсь, вам удастся разлышать то, что говорит Марта Вкусный стейк с сухим чили маринадом Сейчас мы с вами разберемся со словом rub На самом деле, в английском языке оно может быть употреблено как глагол и существительное Но обо всем порядку Дальше Марта сказала И к счастью, сейчас мы смешаем сухой маринад и ты будешь втирать его в мясо Итак, давайте начнем разбираться со словом rub В качестве существительного мы используем это слово как сухая смесь Сухая смесь, сухой маринад Как, собственно, в нашем примере чили rub или в том примере, который вы сейчас видите на своем экране Coffee dry rub То есть кофейный сухой маринад А как глагол rub переводится как тереть, втирать или натирать Помните, когда мы разбираем слово appreciate Как обычно, чтобы не забыть, ссылочку на этот урок я оставлю вот здесь вот наверху Так вот, разбирая слово appreciate, нам попался пример с словом как раз rub Рос Гейлор говорит Ребят, я правда ценю то, что вы делаете, но при этом не нужно гладить меня по заднице Иногда вы можете использовать слово rub в суперкрутой фразе То есть сказать что-то или сделать Что-то, показав при этом человеку, что он был неправ Вот вам пример Я настолько умнее тебя, что меня просто с ума это сводит То, что я не могу ткнуть и показать тебе это Что касается фразы to rub the meat То в сленглом, разговорном английском языке Эта фраза достаточно пошло переводится Именно поэтому Робин Уильямс от так как реагировал на слова, сказанные Мартой And you are going to rub it into the meat And you're going to rub it into the meat Друзья, так как мои видео смотрят люди разного возраста Разных политических, религиозных убеждений Люди по-разному относящиеся к мату No К пошлости и другим вещам Поэтому перевод этой фразы я оставлю на ваше усмотрение Кому интересно, заходите в интернет, в сеть и вводите, что же значит слово, фраза rub the meat А мы продолжаем, и Робин Уильямс развивает эту тему К счастью, у меня был подобный опыт в возрасте с 12 до 22 лет Дальше Марта говорит Хочу тебя предупредить, чтобы ты не натирал этим маринадом ничего, кроме стейка I warn you not to rub it, except on the steak I warn you not to rub it, except on the steak И потом она продолжает, почему не стоит натирать ничего, кроме стейка Because it's a little bit spicy You have a little... well Потому что это слегка остро Because it's a little bit spicy Because it's a little bit spicy You have a little... well Ну, наконец-то они переходят к самому незамысловатому рецепту Два чеснока, раздавленных и смешанных с солью Вообще, очень часто, когда говорят про чеснок, не имеют в виду чеснок Особенно в русском языке, то имеют в виду зубчики чеснока Cloves of garlic Так вот, clove или cloves это зубчики Соответственно, если их объединить, то вместе они образуют луковицу A bulb Зачастую слово bulb используется для обозначения лампочки И очень часто в составе фразы a light bulb То есть световая луковица или лампочка У Томаса Эдисона спрашивали про изобретение лампочки И про то, что он совершил ошибку Его эксперименты были неуспешными в течение двух тысяч раз Перед тем, как, наконец, изобрести ее На что он отвечал? Я нашел и разузнал две тысячи разных способов, как не нужно делать лампочку Идем дальше по рецепту, Марта говорит Две столовые ложки порошка чили сильно не вдыхай его Но Робин Уильям с ним послушался И вдохнув, вот что он отвечает на непревзойденном индийском акценте Вау, это очень хороший такой глубокий матерый чили Вау, это очень глубокий чили Вау, это очень глубокий чили И потом Робин развивает эту тему Это очень мощный чили, который заставит отрегировать абсолютно все тело И сделает все ваши чакры очень powerful, очень сильными Very powerful chili that will make the whole body react And all the chakras will be very powerful Very powerful chili that will make the whole body react And all the chakras will be very powerful Потом Марта стер, продолжает Two tablespoons light brown sugar Two tablespoons light brown sugar Go, girl Две столовые ложки светло-коричневого сахара Two tablespoons light brown sugar Two tablespoons light brown sugar Two tablespoons light brown sugar Go, girl Но Робин Уидлимс не может сдержаться и он продолжает кривляться We got brown sugar And two В этом и есть, наверное, вся суть истинного комика и актера Дальше Марта стер продолжает Two teaspoons smoked paprika Two teaspoons smoked paprika Две чайные ложки ковченой паприки Two teaspoons smoked paprika Если вы увлекаетесь кулинарией, в том числе и терминологией на английском языке То вы знаете, что меры измерения, вот именно объема продуктов при приготовлении Могут быть, допустим, чайные ложки Тиспун Также это может быть столовая ложка Тейблспун Но есть еще парочку примеров, парочку вариантов измерения, которые, возможно, вы не слышали до этого Итак, начнем Пинч, щепотка и handful, это горсть Ну, например Бросить щепотку соли в шоколадное молоко Это откроет его вкус Ну или вот такой пример Ты не мог бы также захватить горточку изюма для меня Идем дальше по рецепту Одна чайная ложка тмина One teaspoon cumin Робин Уильямс отжигает еще одну юморезку Это своего рода игра слов В оригинале эта фраза звучала бы То есть тук-тук, войдите Это своеобразная пародия на очень популярную шутку в английском языке Ну, собственно, которую я не так сильно понимаю На самом деле, основная часть этой шутки Вот именно популярной английской шутки Knock-knock заключается, когда вы говорите Knock-knock То есть, как бы вы это, возможно, делаете виртуально Делаете это фигурально И человек, с кем вы шутите, он должен вам ответить Who's there? То есть, кто там? Ну и потом уже вы отвечаете What the fuck? Повторюсь, шутку эту я не понимаю, но она очень популярна И она очень часто используется в английском языке Робин продолжает отжигать Если ты когда-нибудь захочешь сниматься в индийских кино Попробуй это Тебе всего лишь навсего нужно сделать это Меняешь лампочку, меняешь лампочку If you ever want to be in an Indian video Try this You have to just simply do this Change the light bulb Change the light bulb If you ever want to be in an Indian video Try this You have to just simply do this Change the light bulb, change the light bulb, change the light bulb Okay Марта стерта и продолжает Half a teaspoon instant espresso Now that's an odd ingredient Пол чайной ложки мгновенного эспрессо Вот это очень необычный, нестандартный ингредиент Half a teaspoon instant espresso Now that's an odd ingredient Half a teaspoon instant espresso Now that's an odd ingredient Отличное слово odd Это полноценный эквивалент Слову strange Если вам оно надоело И вам хочется разнообразить И усложнить вашу речь Смело Заместо слова strange Используйте слово odd Ну, например Ты мой лучший друг Но ты очень странный малый You're my best friend But you're an odd little man You're my best friend But you're an odd little man Дальше наша забавная парочка продолжает You've got that meat ready? Who's your daddy? У тебя там как с мясом? Кто твоя папочка? Отвечает Робин Уильямс You've got that meat ready? Who's your daddy? You've got that meat ready? Who's your daddy? И потом Робин продолжает А чё, я ничего Я просто подготавливаю мясо I'm just preparing the meat I'm just preparing the meat Потом Марта говорит Что вот эти вот телодвижения Они помогают смягчить мясо И на что Робин отвечает Ещё как помогают смягчить Потом они продолжают О да, о да, мамочка Так кто такой рецепт-то придумал? О да, о да, мама Отвечает Марта Стюарт Следующая фраза Робин говорит Кто тут организовал комедийный рай для нас? И Марта Стюарт отвечает Ради всего святого Мы могли бы сделать какой-то простой яблочный пирог Потом Марта Стюарт спрашивает у Робина Верно? На что Робин отвечает Ну да, могли бы, но это было бы уже не так весело, как оббивать мясо Робин продолжает Давайте приготовимся натирать мясо Здесь мы видим отсылку на очень интересную фразу из мира бокса Давайте пошумим немножко Потом Марта Стюарт говорит Что если бы мы делали этот яблочный пирог То мы бы уже могли к этому времени Давно уже разобраться с тем простым рецептом Ну и потом Робин Уильямс При великим удовольствии Начинает втирать мясо на обе стороны Идем дальше по рецепту 30 минут при комнатной температуре То есть продолжая натирать мясо в течение 30 минут Отвечает Робин Уильямс Робин Уильямс продолжает отжигать К этому моменту, если ничего не происходит То вы потихонечку уже начинаете осознавать Что, скорее всего, вы находитесь уже на том свете Надеюсь, что вы поняли В очередную непристойную шутку Робина Уильямса Идем дальше по рецепту Один перец халапеньо с извлеченными семенами Дальше Марта Стюарт спрашивает у Робина Ты знаешь, что такое физалис? Лично я не знал И он отвечает Физалис – это как сладкий перец Дальше Марта Стюарт продолжает, что этот овощ относится к семейству посленовых Не знаю, насколько вам в реальной английской речи пригодится слово семейства посленовые, но лично, как я считаю, много слов не бывает И даже если некоторые из них не так часто употребляются, все равно знать их не помешает Кстати, друзья, напишите внизу в комментариях, что вы думаете по этому поводу Марта продолжает Помидоры также относятся к семейству посленовых На что Робин Уильямс отвечает? Да неужели? Так вот почему их считали ядовитыми Ну, вот эти томаты На что Марта Стюарт отвечает? Это листва ядовитые Как мы уже поняли, слово foliage переводится как листва Вот вам пример И потом, в воскресенье, мы встаем в 6 утра для прогулки по осенней листве Ну что, друзья, вот таким получился сегодняшний кулинарный урок английского языка Чтобы ничего не забыть, давайте повторим, какие слова и фразы нам сегодня попались Все началось со слова rub Как существительное, rub переводится как сухая смесь Как глагол, rub переводится как натирать, втирать, тереть Также слово rub входит в состав крутой фразы Ткнуть носом, показать, что ты был неправ Также мы изучили, что лампочка по-английски будет bulb Или в составе конструкции a light bulb А зубчик чеснока будет club of garlic В английском языке есть много способов измерения объема продукта Тиспун, чайная ложка Тейблспун, столовая ложка Также мы познакомились с популярным типом английских шуток Тук-тук шутки Также для того, чтобы избегать частого употребления слова strange Заменяйте его на слово odd Мы также познакомились с разными типами продуктов и семейства посленовых Такими как острый перец, халапеньо и физалис А листов по-английски будет foliage Друзья, если вам по душе мое творчество, ставьте лайки Комментируйте мое видео, подписывайтесь на мой канал Делитесь этими видео в своих социальных сетях Ваша поддержка очень много значит для меня А мы с вами увидимся в следующий раз Дальше будет больше интересней Stay tuned guys, see you later He's my brother from a different mother What was that? Different It's not it What is it? It's brother from another mother Brother from another mother Slow down, slow it down Brother from another mother Forget it, don't, just don't say it Forget it Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!